Добрый день, дорогие друзья! Переход на одноразовое питание в день, или, скажем так, правильно, в сутки. Тема этого видео размышления. Есть причины для того, чтобы человек захотел добровольно перейти на одноразовое питание в день. Это возраст болезни, это экономическое состояние человека, это его образ жизни. И все это необходимо учитывать для того, чтобы осознанно сделать такой решительный шаг. Конечно же, экономия пищи и своих финансов это также очень важная составляющая. Но и любопытство. А смогу ли я это сделать? А что даст мне это? И, наконец, третье, это избавление как от хронических, так и от острых заболеваний. Но, внимание, надо набраться терпения. И изменения будут происходить медленно, плавно, спустя 3 месяца или 6 месяцев. И об этом необходимо знать. Итак, переход с трехразового питания в день на двухразовое питание в день. Давайте представим, что человек завтракает в 8, обедает в 14 часов и ужинает в 19 часов. Затем он делает свой завтрак позже. И это может быть 9, затем 10 часов, а затем он совмещает завтрак и обед в, условно, 12 часов дня. А ужинает уже в 18 часов вечера. И это будет переходом с трехразового питания на двухразовое. Теперь делаем еще более решительный шаг. И переходим с двухразового питания на одноразовое питание. И давайте представим, человек питался в 12 и 18 часов дня. Теперь мы оставляем ужин в 18 часов, а обед начинаем смещать в 13 часов, в 14 часов, и вот затем мы переходим на совмещение обеда и ужина. И это может быть, внимание, в 14 часов дня, в 15 часов дня оптимально. Это одноразовое питание. Наблюдение за своим самочувствием очень важно. Прежде всего, вы замеряете свое давление крови и контролируете его. Второе, и это очень важно, температуру своего тела. Иногда у некоторых людей температура начинает снижаться и становится, скажем, 35,5 градусов. Это тоже надо наблюдать. Затем, вы контролируете свой сон, аппетит, физическую активность, вес тела, а также вы контролируете объем легких, это тоже очень важно, и свое ощущение. Как вы себя чувствуете, да, это очень тоже важно. Потеря веса, плохой сон, нарушение аппетита, нехватка сил и энергии, причины снова перехода от одноразового питания в день к двухразовому питанию в день. Иногда банально, вы очень много тратите сил как физических, так и духовных, и поэтому одноразовое питание в день вам не подойдет на долгое время. Но как эксперимент в своей жизни, вы можете его проявить. И, наконец, люди, которые считают калории, которые прибегают к разного рода диетам, к кетопитанию, к сбалансированной пище, к пище по группам крови или даже по гороскопам, вам переход на одноразовое питание категорически не нужен. А вот люди, которые размышляют над тем, что пища может быть живой или мертвой, вот этим людям переход на одноразовое питание в день возможен и даже иногда необходим. Прозавышляйте об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.